Здравствуйте дорогие телезрители! На страницах газеты Совершенно секретно в мае 2014 года публикуется статья, посвященная крымской проблематике. Называется «Кто на самом деле отдавал Крым Украине?» Автор статьи Алексей Богомол. Анализ архивных документов позволяет считать, что Крущев не мог инициировать и решить крымскую проблему единолично. Об этом данная статья. 6 десятилетий назад, с января по апрель 1954 года, в Кремле разворачивались события, которые в итоге привели к появлению на территории СССР латентного конфликта, связанного с передачей Крыма от РСФСР Украине. В последние месяцы по этим вопросам был буквально вал публикации, но большинство из них имели не строго документальную, а скорее психоэмоциональную основу. Основной составляющей публикации статьи был тезис «Хрущев незаконно отдал Крым Украине». Так ли это было? И кто на самом деле передавал спорный полуостров в соседней республике? Насколько правомерно с юридической точки зрения действовали органы государственной власти и все ли документы, имеющие отношение к проблеме, доступны исследователям? Именно на эти вопросы мы попытаемся ответить, основываясь исключительно на архивных документах и некоторых опубликованных источниках. Для начала, как принято у профессиональных историков, давайте определим хронологические рамки исследуемого процесса. Они достаточно четкие. 25 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором впервые обсуждался вопрос, а 28 апреля того же года был опубликован закон СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской СССР. Всего три месяца понадобилось для того, чтобы начать и закончить мероприятие, которое аукнулось обеим республикам через несколько десятилетий. Президиум ЦК КПСС, как орган, осуществляющий оперативное руководство делами партии и государства между пленами, был создан еще в 1952 году при Сталине, но к январю 1954 года претерпел серьезные изменения. В марте 1953 его состав вошли в качестве членов Берия, Пулганин, Ворошилов, Маленков, Каганович, Микоян, Молотов, Первухин, Сабуров и Хрущев. Кандидатами стали Багиров, Мельников, Пономаренко, Шверник. Самое интересное, что в течение 10 лет все члены президиума, принимавшие решения по Крыму, за исключением лица Анастаса Микояна, были либо расстреляны, либо исключены из партии, либо отправились на пенсию и находились в Апале. Но на январь 1954 года действующими членами и кандидатами были все упомянутые нами лица, кроме расстрелянного Берии и исключенного из КПСС Багирова. Его расстреляли двумя годами позже. Итак, в повестке дня заседания президиума ЦК КПСС от 25 января 1954 года под пунктом номер 11 состоял вопрос о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав ОССР. В архиве аппарата президента России хранится протокол этого заседания под порядком номером 49. Выписка из этого протокола и три варианта, два черновых и чистовой, указа президиума Верховного Совета СССР, из членов президиума ЦК на заседании были все, кроме Молотова. Отсутствовал и один из кандидатов, Мельников. Зато пришли и на заседание секретари ЦК Суслов, Шаталин, Поспело. Председательство, вопреки распространенному мнению, не Хрущев, а Маленков. Результатом заседания стало постановление ЦК КПСС по данному вопросу. Этот документ с самого начала был засекречен, причем на нем, как и на выписке из протокола, стоял гриф строго секретно. Разослали выписку Хрущеву, Ворошилову, председателю президиума Верховного Совета РССР Тарасову, председателю президиума Верховного Совета РССР Караченко, а также руководству ЦК Компартии Украины. Документы продолжали возврату в канцелярию и президиума ЦК в течение 7 дней. В первом пункте, упомянутой нами выписки, говорилось об утверждении проекта указа президиума Верховного Совета РССР. А потом, в лучших партийных традициях, перечислялись меры, которые должны были быть приняты, для того, чтобы этот уже утвержденный проект обосновать. Замечу сразу, их полностью осуществить не удалось. Да и то, что было сделано, явилось, мягко говоря, неконституционным. Когда сравниваешь систему принятия решений при Сталине и в послезсталинские времена, то невольно отмечаешь значительное, более основательную подготовку различных мероприятий при вожде народа. Давайте вспомним, уважаемые читатели, как для начала подогревались эмоции среди заинтересованных граждан, как собирались письма, как в газетах печатались выступления различных деятелей о ткачах, от ткачей, от ткачих и академиков. В 1954 году, когда у власти была тройка Молотов, Маленков, Крущев, о таких вещах не думали. И вопрос о Крыме подняли без каких-либо формальной инициативы со стороны граждан. Как мы уже знаем, принципиально его решили в течение 10-15 минут на заседании президиума ЦК ПСС. И напомню, участие населения РСФСР и УССР в процессе не предусматривалось. Изданное постановление на всякий случай было сразу строго засекречено. Партийные руководители очень спешили, и поэтому сделали целый ряд ошибок. О стратегических, таких, например, как прогнозирование возможного возмущения крымских татар, тогда никто не думал. Тем более, членам президиума ЦК не было, не могу прийти в кого, что Россия и Украина будут когда-то независимыми государствами. Стратегия, правда, дело сложное, и не каждому оно по плечу. Но тактические задачи опытные аппаратчики решить могли. Но не решили. В выписке из протокола заседания президиума ЦК ПСС от 25 января 1954 года было решено рассмотреть совместное представление президиума и Креховного Совета РСФСР и ОССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав ОССР. Точно о таком же совместном представлении говорится и в документе, который рекламентировал заседание президиума и Креховного Совета СССР 19 февраля 1954 года. Но этого совместного представления в природе не существовало. Дисциплинированные сотрудники Совми на России уже 5 февраля отправили в президиум Верховного Совета РСФСР послание, которое начиналось в совершенно некорректной формулировке. Учитывая территориальные тяготения Крымской области к Ураинской ССР, интересно, что до этого случая словосочетание территориальное тяготение использовалось только в научных статьях при описании стремления мелких населенных пунктов быть ближе к тому или иному городу. Обращался Совет Министров РСФСР в президиум Верховного Совета РСФСР В общем-то незаконно по Конституции РСФСР 1937 года статья 33 функции президиума не входило в принятие каких-либо решений по территориальным вопросам. Их могли принимать только на заседании Верховного Совета СССР. Более того, и Верховный Совет РСФСР не имел конституционного права отдавать что-либо другой республике. Компетенцию Верховного Совета РСФСР в соответствии со статьей 19 основного закона входило лишь представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых краев и областей а также новых автономных республик и областей в составе РСФСР. Так что никаких документов о передаче территорий кому-либо Верховный Совет России издавать не имел права. Но и сдал, причем в тот же самый день когда к нему обратился Совмин. Правда в протоколе заседания высшей партийной инстанции и других документах говорится о том, что требовалось некое совместное представление а оно, напомню, так и не появилось. И ни в одном архиве документа с таким названием нет. Постановление Президиума Верховного Совета Украины формально он тоже не имел права издавать его. Примерно в три раза больше российского и представляет собой по большой части не государственный документ а излияние благодарности. Отмечается в нем то, что передача Крыма является свидетельством безграничного доверия великого русского народа украинскому народу. Оправдал ли украинский народ такое доверие? Судите сами. И историки, и многие наши читатели знают, что законы, указы за исключением секретных и постановления высших органов власти в советское время вступали в законную силу только после опубликования их в печати. Мало того, что постановление Верховного Совета Украины было нелегитимным по сути оно, в отличие от российского даже не было опубликовано в центральных газетах. На заседании Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года выступал Демьян Караченко председатель Президиума Верховного Совета Украины. В синаграмме заседания есть текст постановления он, правда, отличается от утвержденного Президиума 13 февраля. Но в сообщении газеты Известия о заседании украинских документов вообще не фигурирует. Это означает только одну вещь постановление как не опубликованное официально в центральной печати в действие не вступило и юридической силы не имеет. Но в указе Президиума Верховного Совета СССР в который подписали его председатель Климент Ворошилов и секретарь Николай Пегов опять же говорится о каком-то мифическом совместном представлении и говорится как об утвержденном документе К сожалению все участники данного мероприятия давно ушли из жизни А как бы хотелось нам получить от них ответ на простой вопрос каким образом они утвердили несуществующий документ И сказать свое оправдание им было бы нечего Небрежность Невнимательность и недооценка деталей имеющих принципиальное значение заложили в конце концов своего рода мину замедленного действия под крымскую проблему Мы уже отмечали что сегодня существует множество версий того почему именно в 1954 году Крым был передан Украине Большинство из них зиждется на фактах из биографии Никиты Сергеевича Хрущева Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты Версия первая Хрущев отдал Крым Украине в качестве компенсации за то что принимал участие в массовых репрессиях в 30-е годы когда возглавлял Украинскую парторганизацию Действительно Хрущев был первым секретарем ЦК Компартии Украины с 1938 по 1949 естественно массовые репрессии проходили не без его участия но в архивах нет ни одного расстрельного списка с подписью Хрущева некоторые исследователи ссылаются на рассказы о том что по поручению Никиты Сергеевича Иван Серов первый председатель КГБ СССР вычистил все архивы как историк скажу что провести подобные мероприятия так чтобы следов не осталось вообще практически невозможно в свое время еще один председатель КГБ СССР Владимир Семичастный рассказывал мне что в его время уже существовали технологии которые давали возможность вывести подписи так что видимых следов от них не оставалось и это по его мнению использовалось для уничтожения Крущевских подписей под расстрельными списками но до сих пор самые современные методы исследования подобных подделок не обнаружили и кроме всего прочего в январе 1954 года вопрос о виновности в массовых репрессиях Крущева и другие члены президиума ЦК не волновал вообще его начали активно обсуждать только через год-два версия вторая передать Крым в Украине Крущев решил в то время когда был председателем Совмином Украине с февраля 1944 года по декабрь 1947 года такой вариант представляется более чем надуманным его авторы скорее всего имеют ввиду что в то время Крущев якобы понял экономическую целесообразность передачи Крыма в Украине но что мешало ему понять это в другие годы в том числе тогда когда он был партийным лидером республики версия третья в сентябре 1953 года Крущев стал председателем первым секретарем ЦК ПСС и ему была необходима поддержка сильной украинской парт-организации 13 сентября 1953 года по предложению Маленкова Крущев был избран первым секретарем ЦК ПСС но для понимания значения этого события важно иметь представление о том что тогда представляла собой данная должность на самом деле первые месяцы в это время входит и крымская история должность первого секретаря еще не была чем-то особенной скорее ее можно было считать технической полную власть в партии ни Молотов ни Маленков он был председателем правительства ни Каганович с Булганина Хрущеву отдавать не собирались и укрепление власти Хрущеву прошло не в 54 а в 55 56 годах и оформилось после разгрома антипартийной группы летом 57 года если внимательно изучать архивные документы то какой-либо личной заинтересованности Хрущева в передаче Крыма Украине обнаружить не удается он не подписывал никаких документов по этому вопросу за исключением формальной визы на выписке из протокола заседания президиума ЦК не выступал на заседании президиума Верховного Совета СССР неизвестно принимал ли он непосредственное участие в обсуждении вопроса на заседании президиума ЦК в ПСС сценограммы выступления не сохранились инициировать и решить подобный вопрос единолично он тоже не мог мы уже отмечали что в 54 году он был вынужден координировать все решения как минимум с Молотом и Маленковым поэтому с большой вероятностью можно считать что данное решение было коллегиальным и ответственность за него лежит на всех президиумах президиума ЦК и ПСС что же до причины принятия этого решения именно в начале 54 года то тут вопросов меньше всего 18 января 1654 года Переиславская Рада обратилась к России с просьбой принять Украину в ее состав а к марту процесс был завершен через 300 лет после этого события пышно отмечался трехвековой юбилей и на первом же после 18 января 54 года заседания 25 января Президиум ЦК КПСС принял судьбоносное решение отдать Крым Украине вполне естественно в официальных документах о подобной аргументации не говорилось но на заседании Президиума Верховного Совета СССР она была широко озвучена то он задал председателем Президиума Верховного Совета РСССР Михаил Тарасов первым напомнивший о знаменательном событии его украинский коллега Деньян Караченко также говорил о 300-летии воссоединения Николай Шверник и Отто Куесинин в своих выступлениях упомянутое празднование как-то обошли зато Шараф Рашидов и выступавший последним секретарем Президиума Верховного Совета СССР Николай Пегов говорили о славном юбилее самых возвышенных тонах все это и позволяет рассуждать о передаче Крыма Украине как о коллективно инициированном нелегитимном процессе который был подготовлен и проведен крайне слабо и без учета возможных долгосрочных последствий ну а события которые произошли в Крыму весной 14-го года на самом деле лишь восстановили исторический статус вот такая вот статья Алексея Богомолова по поводу Крыма и передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии субтитры по поводу субтитры